Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «К истинному православию» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Обращение к православным. Мир вам, архипастыре, отцы, настоятели и прихожане, Христос Воскресе! Эти, жизнеутверждающие слова, ежегодно вопрошают, воскрес ли ты духовным первым воскресением из мертвых? И живешь ли по евангельским заповедям, ожидая пришествия воскресшего и вновь грядущего Судьи мира? Об этом говорит книга Откровения, 20 глава, 4 стих. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, «Которые не поклонились зверю и ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Книга Бытие, 2 глава, 17 стих. От древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Евангелие от Луки, 15, 24. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. И послание к Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Посему сказано, «Стань спящей и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Утручающая, безнадежно больная, почти мертвая языческая толпа. И тут же довольные собой, лоснящиеся от сытой жизни, непомерно растолстевшие начальники, священники, смеются, балагурят, ездят на кадиллаках за границу, строят коттеджи. Трусость и корысть, корысть и трусость, этим больна страна, и трижды больна православная церковь. Только неверие в суд Божий, отсутствие чувства скоротечности жизни сей, позволяют так пренебрегать делом спасения себя и ближних пособых. Вот для этого-то Христос и, цитата, «поставил пастырями и учителями к совершению святых на дело служения». Послание к Ефесянам 4.12. «Готовить святых не прохожан». И это выражалось в первую очередь в том, что непрерывно, во время и не во время, всюду звучала проповедь о воскресшем Спасителе. И уверовавшие во Христа, принявшие Его в сердце свое, как своего Спасителя, принимали истинное спасительное крещение с полным троекратным погружением. И отделились от мира, жили ревностно, исполняя заповеди евангельские. И из посторонних же никто не смел пристать к ним. Книга Деяний, 5 глава, 13 стих. «Так ли это сегодня в вашем храме? Ни проходной ли двор? Ни дом ли торговли, где творится обман над простодушными?» Пророк Осия 4.14. «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ». И третья книга Ездры, 16.64. «Он знает намерения ваши, и что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи ваши». «Церковь есть невеста Христа. И если не прикрытие лишь одежды, раскрытой наготы отца привело к рабству тысячелетий для потомков хама, то что ожидает тех, кто позволяет всем, любому с улицы, правителю, рэкетиру, развратнику, без оставления ими греха и без эпитемии приступить к причастию? «Не говорю о крещении, которого почти нигде нет, а есть жуткая бессовестная профанация крещения, когда за бешеные деньги мокрой ладонью гладят волосы. Это есть то, как если бы раб Евнух, охраняющий целомудренную супругу царя, ежедневно зарабатывал бы на ней деньги, выставляя ее на панель». Пророк Иезекииля, 23 глава. Грех тысячекратно страшнее телесного разврата, чтобы убедиться, что такой священник не пастырь, не отец, а лишь жиреющий на грехах народа наемник. Пророк Осия, 4.14. Чем больше люди грешат, тем более они жертвуют. Установились отношения дикаря с шаманом. Достаточно сравнить его поведение. Об этом говорится в книге пророка Иеремия, 23 глава. Откроем пророк Осия, 4 глава. «Но никто не спорь, никто не обличает другого, и твой народ, как спорящий со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою. И истреблен будет народ мой за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу, бесславие. Грехами народа моего кормятся они. И к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся. Будут блудить и не размножатся. Ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Произносимые слова, оглашенные изыдите три раза, и двери, двери, то есть стражи, запрыти двери храма, чтобы ни один из посторонних не присутствовал. Пять возгласов, для кого произносите, сотрясая воздух. Скажите, в каком из 150 храмов Алтая это выполняется? Где в России это не только звук? Никто из оглашенных, но только верные могут присутствовать на литургии верных. В среднем в России за год совершается около трех миллионов литургий. Умножьте на пять призывов отделить верных от посторонних. Пятнадцать миллионов, обличающих вас же, вашими же устами возгласов, подтверждающих, что вы только жалкие свидетели, не имеющие никакого контроля над ситуацией в церкви. Обмерщение церкви это пострашнее Ленина с его учетом и распределением и гулагом. И это рабство перед миром особенно проявилось с 1927 года от декларации митрополита Сергия Острогородского. В июле 1943 года Иосиф Сталин и Лаврентий Берии основали московскую патриархию как карманную структуру для прославления тиранов и создания нового человека, бессовестного, не имеющего страха Божьего, но переполненного страхом пред людьми, трясущегося за свое утробное существо. Не за страх, а за совесть, прислуживающему любому дьявольскому режиму. И как апофеоз архиереи московской патриархии стали развозить заразу коммунизма по всему миру, предавать на смерть своих собратьев, не согласившихся сотрудничать с безбожной властью, убеждающих всех, что в стране гулаги нет гонений за веру, нет разрушений храмов. Сотворено неохристианство, неоправославие, и всем очень нравится это. Пришел, сдал грехи батюшки, и снова живи, как подскажется, шонная грехами совесть. Церковью заложен уникальный фундамент, который, может, и за тысячу лет не сокрушишь. Но всего-то лет еще за десять проще простого выстроить на нем нечто такое, рядом с чем храм Христа Спасителя – жалкая часовенка. Имеется в виду новый тип человека, готового принять Антихриста. Человека, сочетающего знания о зле с абсолютным к нему равнодушием. Человека, сводящего веру к участию в обрядах. Человека, с психологией римского раба и представлением тунгусского шамана о мире и собственной душе. Человека, боящегося всех, кто сильнее его и ненавидящего любого, кто на него не похож. Человека, гордящегося своей духовной несвободой. Русского человека. Начало 21 века. Общая газета, номер 52, 1997 год. О, пастыри! До какого ослепления и самобольщения нужно дойти, чтобы так не любить Бога? Слово Божие! Каноны церкви, свою душу, эту темную языческую массу, пастырями которых вы увеличаете сами себя. Поставьте себе задачу. В этом году сверхобязательно прочитать хотя бы один раз Библию и книгу правил. И одной из служб, постойте, позади шевелящейся массы входящих и выходящих в храме, представив, что рядом с вами Христос и апостол Павел. Что из апостольского и евангельского нашли бы они здесь? Не спросил ли бы учитель из Тарса, а какой верой эти люди? Что тут делается? Не обижайтесь, не ожесточитесь на мои слова, но будет же судный день, и миллионы обманутых вами слепоствующих, не родившихся свыше, не скажут ли, что именно вы обольстили их, ввергли в гиену, сокрыли от них Христа? Пораженные внешней пышностью византийского богослужения, не знающие греческого языка, ни слова, не разумеющие слышанного ими при богослужении, сегодняшнее состояние приходящих в храм, посланники и язычники князя Владимира были как на небе. А если бы эти избиратели веры побывали на богослужении апостола Павла, что бы их там могло привлечь, поразить воображение их? И на этом примере русских учили тысячу лет внешнее благолепие, красота архитектуры, одежды. Дьякон надмивается своим голосом, услаждает слух. Священник хвалится ризами и умением вращать кадилов, и ловко исповедовать до ста человек за утром. И неужели священникам, архиереям приятно иметь темных, ненаученных, суеверных посомок? Из 719 правил соборов, которыми должна регламентироваться жизнь церкви сегодня ежедневно, целенаправленно во всех храмах попираются, отвергаются 413 правил. Не стыдно и не страшно. Книгу правил спрятали, не издавали более 70 лет. Почему? Малолетки без усы ставятся в священники, а правила 14-15-6 Вселенского собора извергает их из сана. В дьяконы рукополагать не ранее 25 лет, а во пресвитеры священники не ранее 30-летнего возраста. Любого безбожника отпевают, превратили церковь в морг. Смотри житие Андрея Родио от 15 октября. Память его. И какая польза для невозрожденного, что Христос воскрес, если церковь превратили в ларек, и нет длительной катехизации, нет никакой. Священники отгородились от народа иконостасом. Совершенно чужие духу христианской любви не катехизируют, не проводят вне церковных собеседований. Нравственность ушла на дно моря. И когда об этом скажешь, то епископ ревностно озаботится, чтобы никто не смел это читать. Встречаться со сказавшим сие, священники уничтожают эти слова. Пророк Иеремия, 36 глава. Подборка материалов к истинному крещению распространяется нашей крестовозвиженской общиной. Только в городе Барнауле роздано более 50 тысяч экземпляров бесплатно. Самое яростное сопротивление со стороны священников. Если бы в вашей местности была самая добрая община, где строго исполняется все предписанное апостолами и святыми отцами, то в эту церковь никто не пойдет, доколе есть рядом параллельная структура по образу московской патриархии. Где обещают даже спасение, где обещают также спасение, также поют со святыми упокоить Царство Небесное, но нигде ничего не нужно знать, исполнять. Но пришел, ушел, ни к чему не обязывающее посещение храма, где нет такой мирской церкви, там возможно обращение к Богу. Но если священник лукаво говорит и мочение волос одетого человека равно спасительно, как и погружение, и кто усиленно будет просить крестить с погружением, тех мы можем покрестить. И так, до тех пор мочение будет губить души людей. Воскресни, Господи! Воскреси, Господи! Духовно больную Россию! Христос воскресе! Воистину воскресе!